Всем большой привет! В этом видео я хочу вам показать свои два небольших заказика по копанию Фаберлик и в таком ярком я для вас образе и с радостным летним ярким маникюром, с настроением. Хочу вас поздравить сегодня у нас День Семьи, Любви и Верности с данным праздником. Пожелать вам всем, соответственно, всего этого, то есть хорошей семьи, любви и верности, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас все в ваших домашних, семейных делах получалось и чтобы все было отлично. Ну и хочу я поделиться своей радостью. У меня было немного всего, но что-то, что мне очень было нужно и интересно. Ну и, конечно, надеюсь, что это видео будет кому-то полезно. Давайте начнем. У меня был небольшой заказик по предыдущему каталогу. Я уже, если честно, сейчас даже все каталоги назвать не буду. Я в видео напишу, по каким каталогам был заказ. И было у меня там только две позиции. В предыдущем каталоге я взяла вот этот крем. Он уже не новинка, но мне хотелось его взять, попробовать. Вот он у меня не открытый. То есть делается вывод, что сейчас мы вместе с вами его попробуем. Это серия Витамания, Манго и Папайя. Захотелось мне этот запах. Вот, показываю вам. И давайте посмотрим. Крем легкий идет. Хороший будет, наверное, на лето, на теплое время года. И у него очень классный аромат Манго. У меня был такой гель для душа из этой серии. Мне понравился. Мне вообще сейчас очень хорошо вот эта серия Витамания подошла на летнее применение. Я чередую сейчас смородина и черника ароматы, фиолетовый аромат и моюсь. И чередую для себя ананас лайм. Также у меня есть спрей из этой серии. Я вот этим всем с удовольствием пользуюсь. Быстро впитывается липкость. И в креме никакой абсолютно нет. Приятный аромат. И крем не жирный. Но смотрите, вот какое-то время чуть-чуть совершенно небольшая липкость есть. И я делаю вывод, что этот крем хорошо пойдет на летнее применение. Во-первых, у него классный, сочный, лакомый, вкусный аромат. Во-вторых, то, что мне он очень нравится. И крем легкий. То есть, вполне подойдет он для дневного применения. Вот сейчас он у меня уже полностью впитался. Буквально вот пару минут нужно. Но запах на коже остается. Я вот первый раз при вас им пользуюсь. И поставлю его себе в использование. Буду с удовольствием им дальше пользоваться. И второй продукт. Это был у меня один уходовый продукт. И один продукт декоративной косметики. Потому что мне очень хотелось попробовать эту тушь. Это была новинка каталога ВТК. Попробовала я ее сегодня. Первый раз для того, чтобы с вами поделиться своим мнением. Сейчас я вам покажу. Не скажу, что на камеру прям так очень видно сильно вот объем. Потому что тушь это объемная. Посмотрела я серию Тейц коллаген. У меня 249 рублей стоила данная тушь. Мне вышла за 200 рублей. В принципе, бюджетно нормально. У нее идет силиконовая щеточка. Сегодня первый раз я попробовала ей воспользоваться. А на первые слои ложится, так сказать, очень дивной вариант. Но ресницы она вам даст прокрасить. То есть можно на работу ходить с данной тушью. Можно просто... Давайте, да, вот сейчас я тоже попробую, покажу, обновлю. Вот в принципе, вот если ее вот так еще приподнять. Да, вот я вам сейчас показываю, как я примерно кражусь, когда в зеркало смотрю. То есть мы делаем вот сюда наверх, да, реснички и в сторону. В принципе, с этим она справляется хорошо. Но я бы не сказала, что эта тушь вечерний вариант. То есть вот для меня пока, может, она не раскрасилась. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Может быть, у вас спустя время она начала как-то по-другому работать. И какой-то появился суперобъем, который заявлен, потому что тушь заявлен именно объемный. Но я бы сказала, что я в ней больше вижу не объем, а удлинение. То есть удлинение и подкручивание, как вы видите, вот я его вижу. Оно действительно есть. Сегодня наносила не на сыворотку. Я еще попробую обязательно на сыворотку от Эверин. И уже более подробно где-то расскажу свое мнение. Ну, в принципе, неплохой эффект. Макияж у меня сегодня такой нюдовый, да, нейтральный глаз. И вообще лица. То есть, наверное, который даже подойдет на каждый день на работу. Просто яркий акцент это у меня сережки сегодня и маникюр. Я думаю, что этого вполне достаточно для такого яркого летнего образа. Вот. Ну, как-то мне сегодня так захотелось. Сережки у меня с Вальдберрис. Я обязательно вам сниму еще какое-то видео про заказики с Вальдберрис. У меня обязательно еще будет видео про пустые баночки. Вот это вот ближайший мой анонс. Когда я сниму сегодня или когда другой день, я не знаю. Я снимаю по мере возможности. Сильно болела. И поэтому я и не появлялась даже в кадре. Думаю, что лучше подлечиться и нормально, спокойно вам снять. Одно только у меня видео было, когда я болела. Это Project Pen. Проект использовать и выбросить его. Проходите, смотрите. Там у меня косметика, которую я трачу сейчас. В том числе, которую вы видите у меня на глазах, на лице. Все это у меня то, что на проекте. Я им пользуюсь. То есть, косметичка на месяц. Использовать и выбросить проект. По поводу туши, вернемся. Силиконовая щеточка. Она очень такая пластичная. Давайте я вам покажу. И зубчики редкие. За счет этого, конечно, нет какого-то. Вот я, например, еще раз вам покажу. Смотрите. Объема какого-то я не вижу. То есть, это может быть удлинение хорошее на день. Но тоже заявлено суперобъемное. Я вот объема, к сожалению, или к счастью, не заметила. Я больше люблю тушь удлиняющей. Я ей буду с удовольствием пользоваться. Она не жидкая, не густая. Для меня это такой хороший средний вариант. Нигде она у меня пока не отпечатывалась. Но весь день я ее тоже не проверял. Поэтому тоже пишите ваше мнение в комментариях под данным видео. Будет интересно почитать. Такие только два продукта у меня было в одном каталоге. Прошу прощения. И один продукт, который я сейчас не взяла. Он у меня пока сейчас не совсем у меня дома. Поделилась им с родителем. Это тряпочка. То есть, там еще были тряпочки по скидке. Я взяла вот такую тряпочку розовенькую для дома. То есть, один был продукт для дома. И в этом, во втором заказе у меня было тоже три продукта. Только там получается два продукта для дома. Потому что, думаю, многие знают, что Фаберлик замечательная серия для дома. Фаберлик Холм идет сейчас. И я взяла два продукта. И третий это уходовая косметика. Давайте начнем с продуктов. Я уже пробовала кондиционер из этой серии. Мне он очень понравился. Я решила взять себе вот эти новинки. Это уже не новинки каталога. А новинки именно для меня. Это мыло для кухни, устраняющие запахи. Артикул 308-10. Экзотический оазис. Я сегодня без чеков, поэтому все, не говорю подробно, сколько чего стоит. Можно посмотреть спокойно в каталогах. Потому что, примерно, по-моему, 129 рублей сейчас вот это было жидкое стоит. Мне оно очень нравится. Оно приятнейшее по аромату. У меня открыто и кофе уже оказалось. И это. Но в жару. Классный запах. Здесь заявлено ароматы. Вот так. Сейчас я вам скажу, как тут написано. Ну, это то, что эффективно против резких неприятных запахов. Это действительно так. Эти средства выберли. Вот это мыло для кухни, устраняющие запахи, действительно работает. Я могу это подтвердить. Я это не раз проверяла. И с старыми какими-то загрязнениями можно эти средства спокойно посуду мыть и убирать действительно запах. Это так и есть. Вот все, что здесь заявлено. И для мытья столешниц, раковин, губокухонных принадлежностей, разделочных досок, скалок, ножей. Удаление загрязнений, яркий аромат тропических цветов и фруктов. Вот то, что здесь заявлено. На самом мыло написано экзотический оазис. Убирает неприятные запахи, мягко и эффективно моет, не сушит кожу рук. Ну, действительно, это все так и есть. И кожа не сушит, и аромат приятный остается на какое-то время на руках. И довольно густое средство. В общем, мне очень нравится. Я эти штучки люблю. Я взяла и сейчас себе летом повышаю летнее настроение именно этим продуктом. Опять же повторюсь, что первое я взяла кондиционер для белья. И мне он очень понравился по аромату и по действию. И когда я уже кондиционер распробовала хорошо, то есть у меня, наверное, уже где-то полупаковочки осталось, я уже решила, что я возьму еще пару-тройку средств из этой линейки. Ну, и из этой же линейки, это по Берликом, гель ультраконцентрат для мытья посуды я взяла. Чистота с ароматом лета. Здесь внизу написано. Это подходит средство для мытья детских бутылочек 0+, для мытья детской посуды, для мытья вот этих же всех, всего-всего, овощей, фруктов. И это уже здесь написано, по-моему, какой аромат. Яркий аромат тропических цветов и фруктов с нотами сочного кокоса, ванили и теплого морского бриза. Вот здесь уже это прописано. Очень классный, летний, яркий, сочный, вкусный, не по-близствуя слова, аромат. Для меня он пахнет действительно кокосом. Кокос здесь есть на первом месте абсолютно точно. Вот эта сладкая нотка ванили или сандала, оно действительно тоже чувствуется. И морской бриз. Ну, этот морской бриз, наверное, я в меньшей степени ощущаю, но какая-то такая свежая нотка тоже есть. Очень интересный запах. Если бы Фаберлик услышал нас и сделал парфюм с таким ароматом, я бы его приобрела, я вам честно скажу, потому что этот аромат такой, какой-то очень многогранный. Он действительно не такой вот просто, как вы берете, вдыхаете кокос, вот это кокос, да? Или вы вдыхаете там какой-то там ордин, там морской бриз, вот это он. Нет, здесь все это вот так красиво сплетено. Это действительно ноты. Мне он понравился. Гель идет густой. Этот аромат хочется мне вдыхать и вдыхать. И он действительно хорошо моет и очищает посуду. Можно мыть, как я вам еще раз говорю, что и детское, и фрукты с овощами, и что-то где-то помыть руки этим средством. Оно абсолютно приятное для кожи, оно концентрировано, то есть его надолго вам хватит. Я от души вам советую. Я с Фаберлик уже сейчас 24 год, сама являюсь консультантом года 17-го. И вот эти 7 лет я вообще пришла только из-за этих средств для мытья посуды. Я брала другие средства, пробовала, но они не настолько хороши по сочетанию цены и качества. То есть это, конечно, ну вот для меня лично вау, это бомба. Это действительно можно растворять, можно немножко совсем брать, можно брать побольше, погуще. То есть кому как нравится. Можете, да, это средство растворять, оно концентрировано. Но я этим не занимаюсь, я беру просто как есть, ну вот само средство, да. Чуть-чуть беру на губку и им пользуюсь. Написано, что до 2500 чистых тарелок хватает, настолько много. И рекомендован, да, для мытья детской посуды. Преимущество обильной пены, экономный расход, полностью смывается, яркий летний аромат. Ну действительно, преимущества очень много. У меня еще одно есть тоже в использовании. Так получилось, что я хорошо сейчас живу, да, назовем это так. Потому что обычно я беру какое-то одно средство, например, одно вот такое жидкомыло. И его используют до конца. У меня нет его разнообразия, потому что думаю, зачем мне, я возьму одно. Потом и страшно, возьму другое у меня в запасах. Но так получилось, что я открыла уже кофе, и у меня вот этот еще открыт. Я думаю, ой, как здорово, у меня есть разнообразие этих ароматов. Сегодня я хочу помою там кофе, завтра захочу помою этим. То есть мне, в принципе, это очень нравится. Могу даже разные там посуды в течение дня мыть разным. Это очень здорово, и я люблю разнообразие. И вот эти средства у меня получилось два. У меня сейчас малина в использовании и вот этот летний аромат. Чередую их, они мне очень нравятся, они приятные. Действительно, мои фавориты must have. Это бутылки, которые я повторяю, 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 беру, опять повторяю. И когда они у меня закончатся, я опять их тоже повторю. В общем, вот так. Ну и было не по скидке. Одно средство уходовой косметики. Это крем, очень актуальный летом. У меня сейчас крем в использовании MISKINI с SPF 25. Я, ну, как бы, хожу на улицу, и мне нравится. Я на работу с ним хожу, с тем кремом. Сегодня у меня тоже на лице тот крем. Но вот этот крем я взяла именно для пляжа. Я считаю, что цена уже, конечно, 499 рублей. Это много за крем для лица. Но есть один момент. Я вот даже с женщиной на пункте с нашей поговорила. Она мать отец, как Елена. И мы с ней поговорили в двух словах. Немножко отступлю от темы. Скажу вот про не только этот крем, а вообще другую косметику, Фиберлик. Они сейчас стали делать так, что если на очень большой скидке находится какой-то крем, спрей, еще что-то, он приходит с истекающим сроком годности. То есть, если вы хотите подарить этот продукт, это будет не очень, конечно, красиво. Ну, вот лично я так считаю. Потому что зачем дарить человеку то, что он, например, может захочет, не знаю, через год истратить, да, не сейчас. А у него там осталось, я не знаю, там полгода или там три месяца, да, его подпирают сроки. И давай, молодец, как пользуйся побыстрее. Мне бы, если бы мне такое ободрили, мне было бы не очень приятно, я скажу честно. И дело не в том, что я как бы там в подарок, как-то превзятый отношусь и так далее. Может быть, у меня очень много всего, и я хочу, вот я часто так делаю. Мне дарят какой-то продукт, я смотрю его срок годности, если это уходит, могу его отложить на год даже. Потому что у меня, например, сейчас есть чем пользоваться, и я не хочу открывать новое. Так вот, к чему я это сейчас веду? То, что если вы возьмете себе на скидки вот этот крем, допустим, за 400 рублей, потому что я видела, что он есть в каталоге, и вам консультант тут выйдет 320, что, в принципе, уже такая нормальная атаковатная цена для хорошего базового летнего крема, то он может прийти со сроком, который уже поджимает, либо не то, чтобы он выходит, но вот буквально вот он скоро выйдет, да, то есть я говорю месяца три или шесть месяцев. А Фаберлик мы знаем, что вот здесь есть такое обозначение, что может быть открытым шесть месяцев. То есть вы его открыли сейчас, и вы должны его использовать. Если вы его хотите положить, как я, например, как хомячок, в запас, у вас это уже не получится. А мне повезло, то есть я доплатила чуть побольше. Этот крем стоил 500 рублей, мне он уже шел за 400 рублей чистыми мне деньгами, да, я отдала за него. Мне он пришел со сроком годности до... Сейчас я скажу, когда. Нет, он вообще сделан у меня был даже в феврале 2024 года. То есть этой косметики срок годности, ну, где-то полтора года, да, допустим. То есть еще где-то год я могу пользоваться. Ну, естественно, я это делать не буду. Но если вы, например, осенью или зимой отправитесь в жаркие страны, представьте, да, такую ситуацию, и вам нужен будет крем для защиты лица, вы его сможете с собой взять. Я это не делаю, к сожалению, да, в большом сожалению. Я не езжу в жаркие страны вообще, и моя самая жаркая страна, это Россия, и город, в котором я живу, город Ярославль. Но всякое в жизни бывает. Никто не знает, что будет завтра, через полгода, через год. Может быть, что-то поменяется в лучшую сторону, но пока я никуда не езжу. Мне достаточно нашего, палящего, довольно-таки солнца, и поэтому я приобрела себе крем с SPF 30. Вот данный крем летом. И там есть две разновидности. Там есть крем для лица просто, по-моему, солнцезащитный, и есть крем для лица солнцезащитный антивозрастной. Вот я взяла, это мой вариант антивозрастной крем. То есть я сразу защищаю кожу от солнца. Я вообще планирую, именно когда я пойду на пляж, именно непосредственно загорать, я буду наносить вот этот крем. Кстати, средства для загара у меня с... Сейчас, здесь нет, не вижу. На полке, я просто полку смотрю. На полке нету где-то, ну где-то оно есть. Я покажу, он с Валбереса, и я его уже проверила. То есть я уже два раза ходила в этом году на пляж, пока это уже, главное, всего лишь два раза. Вот, и я его еще дальше буду проверять. У меня с ним такой хороший, равномерный, вот практически, да, не видный загар. Но он все-таки есть, и я хочу загорать правильно. То есть я наношу солнцезащитное средство. Если я чувствую, что моя кожа нуждается в охлаждении каком-то после загара, я наношу спрей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне тоже было бы интересно почитать, как вы вообще запариваетесь, да, вот назовем так, заморачиваетесь ли на тему того, как вы загораете, либо вы просто там свой дневной уход нанесли, помазали кожу, допустим, кремом, или вообще ничем не мазали, там, или спреем попрызгали и пошли. Я, еще раз говорю, я берегу свою кожу. Мне 37 лет уже, так скажем, 35 плюс, и поэтому я заботюсь хоть какими-то бюджетными средствами. Мне кто-то скажет, что вот, там, там у меня все копеечные. Ну, в принципе, так оно и есть. Фаберлик можно назвать бюджетный. Валберес я беру тоже все самое такое дешевое и недорогое. Но я хоть как-то пытаюсь ухаживать за своей кожей. Я считаю, лучше вот пусть будет базово и масс-маркетом, чем вообще никак. То есть у каждого человека финансовые возможности разные. Но на моем канале много девочек, которые такого же примерно, да, достатка среднего, как я. То есть я не могу себе позволить покупать люкс, но иногда я смотрю некоторые отзывы и считаю, что даже это и не надо делать, потому что вполне доступными, недорогими, дешевыми даже, да, подчеркну, бюджетными средствами можно добиться хорошего ухода за собой базового и выглядеть достойно. Вот сегодня у меня все сделано. Ведь макияж бюджетом. То есть это у меня, допустим, тени от белорусской косметики, которую многие знают, да. Вот у меня сейчас все хорошо, мне нравится, как выглядят. Тени от Фаберлик и тени от Эйва. То есть в принципе у меня тут намешано. И я считаю, что мой макияж сегодня смотрится хорошо и достойно. Напишите, пожалуйста, как вам сегодня нравится. Я надеюсь, что понравился. Потому что там макияж такой на каждый день и довольно уместный везде. По поводу крема, да, к нему вернемся. У меня еще только полуболталка получилась от НЗК. В принципе, так я и планировала минут на 20, потому что давно с вами не виделась. Вот, если кому-то не очень нравятся такие видео отклонения от темы болтовни, ну, то это, наверное, не ко мне. Сегодня мне захотелось поговорить. А по поводу крема, крем идет с приятным таким ароматом солнцезащитным. Днем 50 мл. Т20 и 83 артикул. Сна была 499 рублей. Я подчеркнула в каталоге, у меня он вышел за 400 рублей. Крем достойный. У него хорошая, удобная упаковка. Но он такой вот действительно, как будто солнцезащитный. Посмотрите, да, то есть солнцезащитные средства идут с таким желтоватым оттенком. И он довольно жирно ощущается на коже лица. То есть, как я поступаю? Я не хожу загорать, опять же, кто как, наверное, с макияжем. То есть, я вот так сейчас делаю. Если я делаю какой-то макияж, то это, допустим, тени, ой, говорю, извините, тени, там тушь, ну, возможно, иногда тени, и какой-то легкий там блеск для губ помада. На лицо я не наношу тональный крем, когда я хожу загорать. Вот смотрите, да, вот эта белесость была, я ее сейчас распределяю по руке. Вот, то есть, представьте, что это лицо. И липкость есть. Этот крем липкий. Этот крем действительно солнцезащитный. Поэтому, если у вас кожа жирная, комбинированная, я не знаю, подойдет он или нет, у меня кожа нормальная, комбинированная, она может иногда быть более жирной, когда тепло, да, а когда холодно, более сухой. То есть, у меня кожа такая смешанного типа. Вот, посмотрите, вот он полностью вот так вот не впитывается, но липкость все равно остается. Аромат вот этого солнцезащитного именно средства. Я ощущаю здесь. Действительно, аромат вот этот фаберлик, по-моему, я как-то брала, он особо от других марок тоже ароматом не отличается. Поэтому, когда вы наносите этот крем, это нужно делать, я считаю, так заблаговременно, когда вы пойдете на улицу, на палящее солнце. То есть, наверное, за полчаса и за час. Чтобы этот крем успел впитаться, чтобы ушла липкость, чтобы он уселся на вашем лице, чтобы как-то все вот подровнять, да, красиво, чтобы небольшой массаж сделать. Это такой немножко для меня танец с бубнами. Тот крем от Miss Skinny у меня намного быстрее впитывается, хотя там тоже, по-моему, SPF 25. Вроде бы есть солнцезащитный фактор. И, по-моему, тоже есть антивозрастные компоненты. Поэтому, если вы не хотите долго ждать, я могу тот крем посоветовать. Если вы хотите именно что-то такое, именно, вот, кстати, классный дизайн, такой оранжевый, мне нравится, поднимающий настроение, и надпись «Лето», то есть что-то именно летнее, то я могу этот крем посоветовать. Но есть вот момент. Смотрите, опять же, как он выглядит на коже. Я думаю, вы видите, да? Видно сияние. То есть этот крем такой еще с эффектом сияния. И если мы берем кожу жирную комбинированную, она и так уже сияет. Она и так уже выделяет, да, там, например, жир, там, себу. И куда вот кожа вот жирная, вот такой крем. Они это не прописывают в Фаберлик, для какого это типа кожи. Но я бы сказала, что это для нормальной кожи, так слегка комбинированной, может быть, даже для сухой подойдет. Вот для жирной я бы не рисковала вот именно этим кремом, потому что он действительно... Черт, я покажу. Блестит от него кожа действительно. И он действительно липковатый. Вот прям на лице эта липкость ощущается абсолютно так же, как на руке. И нужно довольно много времени, чтобы с ним повозиться. Ну, это, конечно, как хотите. Я себя хотела порадовать. Я хотела себе именно такую летнюю палочку-фручалочку. И только тогда, когда я иду на пляж. То есть в обычные дни, когда я хожу на работу, я этим кремом не пользуюсь. Когда я хожу, там, не знаю, просто до магазина, я им тоже не пользуюсь. У меня нет такой необходимости. Но когда я знаю, что я буду находиться на солнце, там, час, два, три, я уже его использую. Вместе с солнцезащитным средством, уже которое идет на все тело. Я еще приобретала автозагар. Я вам его как-то показывала. Спрей я пока так и не успела воспользоваться. В общем, все-таки у меня до него пока руки не дошли. Ноги у меня намного белее выглядят, чем руки. Думаю, что попробую обязательно тоже это сделать. И расскажу вам свои впечатления, свое мнение, свои какие-то результаты. Это все, что хотела вам показать и рассказать на сегодня. Если это видео вам было интересно и полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь. Выставляйте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видеоролики. Ухаживайте за собой, будьте прекрасны, любите себя. Создавайте сами себе хорошее, прекрасное, чудесное настроение. И, конечно же, желаю вам покупок и косметики, чтобы вас только радовало. Чтобы то, что в каталогах приходит, приходило именно то, что вы хотели. Чтобы цена соответствовала качеству. И чтобы все, что вы делаете, это вы делали для себя и для того, чтобы радовать себя и окружающих. Всем удачи, отличного настроения. Если у вас будут какие-то запросы, может быть, кто-то соскучился по моим болталкам, как вы сейчас уже поняли, есть о чем поговорить, что-то накопилось. О моих каких-то, не знаю, успехах, неудачах, о похудении, еще о чем-то у вас будут запросы, вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно все посмотрю, подумаю и что-то еще обязательно для вас сниму. Всем отличного настроения. Еще раз праздником. С Днем Семьи, Любви и Верности. С нашим русским, как его называют, Днем Святого Валентина. С праздником Святых Петра и Февроньи. Всем удачи и всем до новых встреч.